Кабинет министров принял государственную целевую программу духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения Республики Южная Осетия на 2020-2022 годы. Комплексная программа, включающая в себя популяризацию национальных традиций и нравственных ценностей, культуры, здорового образа жизни, спорта в нашей республике, успешно реализуется уже на протяжении нескольких лет. При разработке новой программы учитывались предложения практически со стороны всех ключевых министерств и ведомств. В ее реализации, по мнению Пухаева, должны активное участие принять все, помимо Министерства образования и культуры и Комитета по молодежной политике, которые являются основными исполнителями пунктов программы. «Все-таки мы изыскали возможность, чтобы на три года найти эти средства, чтобы и Министерство образования, средства культуры, МВД, все структуры, которые задействованы в реализации этой программы, участвовали в той или иной мере». В рамках программы планируется проведение мероприятий, фестивалей, тематических круглых столов, конференций по истории, культуре, традициям и обычаям астинского народа. Все акции, как и прежде, будут проходить с максимальным привлечением молодежи и подрастающего поколения. В целом, на реализацию трехгодичной программы будет направлено порядка 36 миллионов рублей. Правительство также одобрило внесение изменений в государственный бюджет республики на 2020 год. В частности, остатки средств на реализацию некоторых пунктов инвестпрограммы перенесены на текущий год. «Остатки инвестиционных программ составляют 539 миллионов 584 тысячи. Вот эти суммы полностью перенесены в соответствии с теми остатками, которые есть, и распределены между государственными заказчиками инвестиционной программы. Это Министерство строительства, Министерство экономического развития и Комитет по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Республики Южной Осетии. Часть средств в сумме 263 миллиона были перенесены в Тагвайсад. Внесенные изменения в бюджет касаются перераспределения средств. «Основная сумма увеличения бюджета связана именно с переносом остатков инвестиционных программ. Но в любом случае мы можем сказать, что собственные доходы у нас были перевыполнены. Это хорошая ситуация примерно на 50 миллионов, и мы можем располагать в том числе определенными суммами, которые остались неосвоенными. Таким образом, к 539,5 миллионам инвестиционной программы добавляется еще 46,4 миллиона расходов». По словам Пухаева, средства будут распределены с учетом приоритетности. С повестки дня заседания был снят проект государственной целевой программы развития здравоохранения на 2020-2022 годы. Эрик Пухаев отметил, что на реализацию программы необходимо направить порядка 680 миллионов рублей. Обсуждение вопроса было отложено в связи с необходимостью доработки. «Эта программа требует огромного числа финансовых средств. У нас пока собственных доходов нет. Столько, чтобы мы его финансово обеспечили». Кабинет министров поддержал предложение министра здравоохранения о поощрении ряда приглашенных медицинских специалистов из России почетными грамотами правительства. Более того, для поддержки семи погорельцев из села Борджнис Дзаусского района правительство выделит финансовые средства. Напомним, 27 января в результате пожара семья осталась без жиля. Роза Тедеева, Александр Кокоев. Информационный выпуск сегодня.